И соответствующий факторный переменный, что мы и видим на данных графиках. Вот факторная переменная по оси Y. Изначально у нас нелинейная связь, в итоге у нас связь линейная. Итак, исходные преобразования шкалы и особенности цифровки являются ограничениями метода катписей. Этих ограничений нет в методе Малтикаран. Множественный анализ соответствий. Посмотрим, как он сработает на тех же самых переменах. Подготовка здесь все равно потребуется. Поскольку у нас есть среди категорий редко встречающиеся. Такие категории будут искажать картину. Чтобы продемонстрировать наличие редко встречающихся категорий, я запустил описательную статистику по всем переменам. И, пожалуйста, вы можете видеть, что действительно есть категории, которые крайне редко встречаются. От них надо избавиться. Я задал порог 10 значений. Не менее 10 значений должно остаться в категории. Все остальные категории объединил в другие и пометил миссингами. Вот как выглядят переменные уровни симпатии после соответствующей перекодировки. Теперь можно приступить к Multi-Core Run. Analyze Dimension Reduction Optimal Scaling. Здесь ничего менять не надо. Переношу нужные переменные в верхнюю область. По умолчанию стоит измерение числом 2. Я заменил сразу на одно измерение, поскольку из моего опыта всегда одно измерение работает в Multi-Core Run лучше, чем 2 и более. Связано это с особенностью оцифровки Multi-Core Run. Суть оцифровки, напомню, состоит в двух шагах. Первый шаг включает нахождение близких категорий, близких между собой категорий по всем рассматриваемым признакам. Близость определяется сходством условных распределений в многомерных таблицах с сопряженностью. В нашем случае 12 переменных.